Здравствуйте, меня зовут Ирина, я контактер с внеземными цивилизациями. Я полтора часа назад, около двух часов, была в созвездии Пегаса около 620 световых лет от Земли. И что было, я не знаю, но это по ощущениям 2-3 минуты, я не знаю, сколько мои ощущения могут передать. Вот смотри, на взлет, сначала тарелка взлетает на атмосферном двигателе, где-то до высоты километров 300, насколько я помню, что он мне говорит, атмосферный двигатель, может чуть меньше. Да, потом он включает планетарные, которые отмоглистно-полевого отталкиваются. Не, просто сидишь нормально, он же плазменное поле вокруг тарелки включает, и когда он взлетает быстро, никаких не чувствую, что тебя придавливают, потому что там гравитационное поле. Но, когда включаешь планетарный двигатель, вся эта энергия с плазменного поля, она идет на то, чтобы как бы включить планетарный двигатель. Поэтому там гравитационное поле исчезает, а так как искусственная гравитация там не установлена, прибора, начинается невесомость. Ну, первое ощущение, что, ну, это у меня сначала было, сейчас уже нормально, а первое ощущение, что ты куда-то проваливаешься. Синяя у меня, просто наоборот, вот так как-то приподнимает, и как будто так на волнах. Примерно 1,1 там от скорости света. Он там, ну, эту скорость, он набирает, ну, секунд за 10, может быть, пока не улетит на расстояние, там, ну, где-то, по-моему, 80 тысяч километров от Земли. Он мне говорит примерно. Чтобы включить гравитационку от планеты массы равной Земли, чтобы не мешало гравитационное поле, нужно отвлечить 80 тысяч километров. Ну, если там 30 тысяч километров в секунду, он набирает за 10 секунд, это скорость, примерно. То, чтобы лететь 80 тысяч километров, ну, секунд, так, 30, 60. Ну, он может программу поставить, но обычно он сам стоит и переключает там. Иллюминаторы есть, но он выше меня. Ну, может, не знаю, ну, да, может, ну, пусть быть минут 10. Вот мы прилетели. Первое, что я почувствую, вот мы, ну, летим, да, вот то, что я чувствую. Мы летим там невесомо, в принципе. Ну, мы разговаривали, я им там привет передавала. И он разговаривал, стоя лицом, ну, спиной ко мне, он к пульту же повернулся. Ему, чтобы повернуться, он не может же голову повернуть. Потом первое, ну, значит, изменение, что я почувствовала, это, что я сижу, вот, я как будто вот, ну, появилась сила тяжести. То есть, то я могу вот так вот руку поднять, вообще ничего не чувствую. У меня, ну, появилась сила тяжести, в принципе. По-моему, она была, ну, побольше, чем на земле, по моим ощущениям. Я не знаю, как там все было. Ну, незначительно. Мне Киркетон говорил, там где-то 1,23 зерны этих сила тяжести. Невесомости нет, прошло еще, может быть, там, около минуты примерно, и тарелка, а она уже не зависает, она садится на той планете, на опоры. Он сказал, пойдем, повернулся и пошел в такой коридор, а там коридорчик такой надо пройти, 2-3 шага сделаешь там и выйдешь, где люк у них находится, комната. Потом, в полу уже был открыт люк, уходит там, он в полу открыт, и уже не забираешься и не спускаешься по нему, как обычно. А спускаешься уже, ну, как тебе, уже спускаешься, как просто на землю. Там было одно солнце, высоко, ну, как высоко, может быть, не в зените, а вот так вот, белое совершенно небо, вот прямо вот белое, и такое яркое пятно солнца. Ну, может, чуть даже побольше, чем на земле, пятно тоже еще белее, значит, такое яркое. И я когда повернулась, а мы же вышли в защитный костюм, я же не сказала, на нас надели защитный костюм сразу. Потому что там, во-первых, высок содержание метана, где-то процентов, может, около 8. Радиация составляет такую цифру, что если без костюма защитный человек выйдет, он 15 минут там проживет. Даже говорил, что не главное, даже не материал, из чего он сделан, из какого-то крем неорганического там соединения, какой-то германии там содержится, кобальт, и они, какие-то молекулярные решетки у них переплетены таким образом, что в них встроены какие-то микроприборы, типа микрочипов, наночип каких-то, которые могут поля разные создавать. Не было там никакой растительности, там просто как... Ну, я сначала подумала, что ровная такая поверхность, типа как на Дорале, только не такая вот ровная, вот серая, как вот камни. И где-то вдалеке, вот наши справа, такие как горы. Ну, вот как у нас есть скалистые горы, какого-то вот. Когда я посмотрела вверх, я увидела солнце, потом я повернулась вот так, вот там такое окошечко в костюме. Я посмотрела, а там три или четыре луны, то есть они были тоже видны, они освещали солнцем, но с другой стороны. Они были видны, там одна ниже, другая выше. А всего у Шахарики 18 лун. Что я обратила внимание, это просто хитчатки по шлифте. И еще висят рядом с нами, прям над нами, ну, может быть метров шесть. И вот ближайшая к нам висела, вот она там над нами чуть-чуть, в стороне, но над нами вот она была похожа на... Вот если взять конус и снизу конус подставить, вот на такую штуку, только угол у конуса не острый, а вот такой. Это такие типа донос, а между ними летали сами обитатели. У них крылья. Мы постояли, Крикетон тоже был в защитном костюме. Он мне рассказывал, что здесь вот 18 лун, что вот орбита вокруг двойной звезды, но она там стабильная, потому что она на большом расстоянии находится. Мы вышли из тарелки. И к нам спустились не знаю, я их не считала, но целая стая вот этих вот штук десять, может быть, примерно там, ну, больше пяти, это точно. То есть, ну, стая-то такая вот. Спустились к нам. И Крикетон сказал что-то, а в костюме же я его слышу. Крикетон сказал на даральщиком языке что-то, и у него из коробочки на груди, вот как на Тессионе было, вот такой звук раздался. Как я слышу, как я слышу. И еще какой-то три. А потом они так начали трещать тоже. Один трещал и шипел. А я его так слышала, еще лучше, чем Киркетона. Я говорю, Киркетон, а почему я слышу в защитном костюме обитатель, а он мне на русском уже говорит. потому что они говорят очень громко. И, в принципе, если бы ты была без защитных костюмов, у тебя бы уши уже, ну как, не то, чтобы говорить. У тебя бы слишком большой шум для ушей бы был. И говорю, почему они говорят так громко? Потому что эта атмосфера разрежена, и эволюция приучила их организму большие громкие звуки издавать. Они, он сказал, где-то взрослые особи, взрослые особи 2 метра, от 2 метров 40 сантиметров до 2 метров примерно 80, ну, около 3. А они похожи на богомолов, вот эти вот они длинные такие, только они не зеленые, коричневые. И я не заметила на них никакого подобия там нашей одежды. Почему-то. Я еще смотрю, голова, вот у них, кстати, меня поразило, что она у них маленькая, довольно-таки, по сравнению с телом. Я даже удивилась, как у них мозги. Я даже говорю, Киркетон, а как в такой голове может поместиться мозг разумного существа? Он говорит, потому что у них групповый разум. А что значит групповый разум? Там что, там что, групповая душа воплощается? Он говорит, нет. Каждое существо воплощается отдельный разумный дух, как мы. Но, но, за счет того, что у них групповой разум, то есть их нейронная сеть их мозга, ну вот, которая там у них в этой голове, их нервной системы соединена на электромагнитном уровне с новосферой планеты и сразу там каждого. За счет этого их духи, хотя они отдельно воплощены, они тоже в духовном мире объединяются в какую-то групповую душу, ну, условно групповую. Она существует до тех пор, пока не существует в этом воплощении. Ну, он сказал, что это как обычный город, ну, не город, а поселение. И меня удивило, что вот эти вот штуки, эти дома, они висят на разной высоте. Бывает индивидуальные, каждого обитателя, бывает еще больше, где их много. И он что-то еще там с ними потрещал, пошипели они там что-то друг на друга. Они там собрались вокруг нас, и один приблизился ко мне и вот так вот протянул, ну, руку свою, так сказать. А я еще обратила внимание, это не как у наших насекомых, ты представляешь, у них на лапах на их, у них какие-то вот на конце такие пальчики. Их там явно больше, по-моему, десяти даже. Они им могут брать даже мелкие предметы. А я прикоснулась и говорю, ты хочешь шурпажить, а он, знаешь, что, ну, я-то в защитном костюме, ну, в принципе, они мне показались, это никак не руки, не пальцы, а как проволока. Ну, можно почувствовать, твердое или мягкое ты берешь. Ну, вот, когда камень берешь, ты, в принципе, ты температуру не чувствуешь его, как ты к чему-то прикоснулся. А он был выше меня роста, у него, значит, такая маленькая голова, два таких усика, типа того, маленьких таких. А он меня вот так показал, и я вот так вот прикоснулась, он мне, а я вот так вот взяла, а он мне вторую, вторую свою руку положил поверх первую. Я его рассмотрела. А она, кстати, у него, вот он стоит на двух, на двух ногах он стоит, на задних, и опирается на то, что у него от крыльев, отходит типа такого хвоста. Но это не хвост, а окончание крыльев таких. Так, назад. А может вот так вот чуть-чуть переподняться и идти. Сейчас я, значит, это такое вытянутое тело, он стоит на двух лапах, а четыре руки, у него четыре руки торчат. Не две. И еще два крыла с ладиной, но он их может сложить. А потом он их разворачивает, и они у него такого темного цвета. И они у него какие-то двойные, то есть два крыла у него вот так вот чуть-чуть переподнимают, а их под них еще два. У него шесть конечностей. Да, и выходит четыре, да, крыла. И когда я просмотрела в его глаза, мне еще сказала, наклонись ему на русском языке, он на меня смотрит, и вот так, а у него голова может вот так поворачиваться. И когда они, я еще посмотрела, а те, которые грусткой стояли там пять или шесть, чуть от нас подальше, рядом с нами стояли сначала трое, а чуть подальше еще пятеро. И когда я посмотрела на них, чуть-чуть они, ну, метров пять от нас, чуть-чуть там тоже трещали, ну, я посмотрела, что они вот так головами вертят и друг к другу вот так прикасаются. Я ему сказала на русском, он ничего не ответил, а Киркетон сказал, он тебя не поймет, потому что у тебя не встроена в костюм. а я говорил, он хоть понял, что я сказала, что-то, ну, по звуку, Горьда, они очень хорошо слышат. И когда я Киркетона пыльюшит, я говорю, я говорю, голова, он ко мне вот так вот наклонился, у них как-то тело сгибается, вот тут, где голова, чуть пониже, вот так вот у них может наклоняться. И у них глаза вот так вот могут чуть-чуть выдвигаться. А я ему глаза посмотрела, но опять же, такое коричневое лицо, нос не виден практически, рот тоже вот такая вот штука, вот, и она у него, когда он трещит, чуть-чуть приоткрывается, вот тут вот одна пластина сверху, и две вот тут вот, такие вот штуки. Их есть корабли, но это еще не самое интересное. Они могут, несмотря на такие штуки, они могут вот эту такую мелкую вот держать, вот, я посмотрела в глаза, и они у них, я даже не знаю, какой цвет такой, более светло-коричневый, и там какие-то с такими зеленоватым оттенком. И там какой-то как огонь, что ли, горит, я тебе не могу даже сказать, какие-то искры, как будто. Ну, интересно, я думала, как такие существа могли разлиться в живот, и у них глаза, вот как вот, они как будто состоят из маленьких, то есть как бы из точек таких. Мне было интересно, и я хотела с ними поговорить, но я понимала, что им очень сложно выучить наш язык, у нас совсем другие звуки. Да, я говорила, Киркетон, а как вот так они живут, ну, что я его спрашиваю. Да, давай их расспросим о том, как они живут, что внутри домов. Он говорит, ты хочешь увидеть, что внутри домов? Это еще не самое интересное. Он им что-то сказал, к нам подошли еще несколько, они нас, они взлетели на крыльях, четыре из них взяли, лапами Киркетона подняли, а двое меня вот так вот за руки и понесли к этим самому большому там, по-моему, из них дому. Просто по воздуху. Вот как вот берут, они, да, меня взяли, но ниже, вот так вот как бы на эти. Да, всеми четырьмя уходят. Они только четырьмя взяли, две у них свободно были эти штуки, конечности. Как тебе сказать? Как будто что-то крутится вот в воздухе. Я не знаю, там было, что-то высокопоставленное, они нас, вот смотри, вот они нас несли по воздуху и когда они нас подняли, я посмотрела вниз и увидела, что мы, тарелка стояла, а внизу как вот опять вот обрывает справа от нас. И поверхность планеты где-то далеко внизу и главное, вот за этим вот обрывом еще в воздухе висят вот эти штуки. И когда они стали поднимать, и, знаешь, они когда поднимали, они вот так вот раскачивали. Ну, не сильно, но вообще, так это ощутило я. Ну, это быстро, то есть они подняли, я еще оглянула вот так на Крикитона, а его двое, и еще двое подняли, то есть двое, один со спины, второй здесь и один спереди, и вот тут. То есть его там четверо поднимали. потому что они как-то на разных уровнях они друг другу не мешали лететь. И когда мы стали, они подлетели с нами к этому конусу двое ногу, который в воздухе висел, ты представляешь, вот он, как бы вот такая стена, вот я как раз смотрела на нее, вот он несет меня, я как раз смотрела на нее, она такая вот светло-серая и на солнце блестит. И я подумала, как ему тут, и ты представь, вот так вот в стене образовывается такое круглое окно, как будто водоворот вот так вот открывается. А, он нас туда занес, сначала меня выходит, занесли, потом Крикитона, а внутри он меня поставил в защитном костюме на этот, но мне, знаешь, вот, как будто ты ходишь, вот ты, как тебе сказать, вот ты представь, что вот, не то что, вот как будто сетка лежит, и ты по ней ходишь, и вот так проваливаешься, как по гамаку. И такие вот стены, опять же, светло-серое, светло, вот свет уже такой рассеянный, желтоватый какой-то. И нам сказали, что наш Крикитон, да, когда Крикитон нанесли, Крикитон, она поставила рядом со мной, и он сказал, что это помещение, оно отвечает за прием информации о космосе, то есть это какие-то ученые, которые занимаются именно космическими полетами. Да, я говорю, а где здесь приборы? А он сказал, что в стены сделаны какие-то штуки, как он сказал, в стены сделаны какие-то приборы, которыми они головами к ним прикасаются, и сигналы их мозга переходят на корабли. А потом, значит, я увидела, что они могут крылья свои сложить, и по стенам свободно ползают. так, как бы, высота, не знаю, может быть, в метро, может быть, где-то 6, не знаю, и внизу, вот, как бы, поставили нас на вершине нижнюю, которая там смотрела, в конусе, да, а в стороны от нас уже стены чуть поднимались. Вот так вот, раз, и вот так вот, там опять заканчиваются. И дети все, которые там сидели, они сидели на стенах. Ну, я вот, насколько посчитала, наверное, 10, а то и 15, и они сидели вот таким вот образом, который я ближайшего рассмотрела от меня, они как-то этими, значит, конечностями прикасались к стене, наклонившись, они голову тоже прислоняли. А которые нас туда занесли, некоторые вылетели обратно, а несколько там, не помню, сколько остались с нами, и что-то с Киркхитомом, и когда они там разговаривали с Киркхитомом, опять же шипели, мне даже показалось, что звук вот этот усилился. Они, которые сидели, они там не спустились. И потом один, ну, что-то там Киркхитом сказал, и мне один сказал, потом второй начал что-то говорить, которые нас принесли, и у меня, вот, чувство, что он там говорит, он шипит, а у меня отчувствовал, что эти звуки, они как бы вибрируют вот в зоне. Кости начинают вот так, пыта-пыта-пыта. А потом, я говорю, и что они делают вот эти вот, а они, говорят, сейчас переговариваются с теми, кто в космосе, они им там передают информацию на Шухарик, эти передают им информацию, это какой-то типа наблюдательный пост. я говорю, ну понятно, и что они передают, и тут они, потом они там разговаривают с Кирхитоном, потом Кирхитон сказал, а ты знаешь, кроме обычных кораблей, которые они могут приобрести, там, в Межберзом Союзе и так далее, они могут взять на астероид, они могут взять на астероид высадиться, большой такой, ну может быть, километра два, там он хватит, внутри него сделать полость и поместить там приборы для перемещения, и там внутри астероиды быть и как кораблем им управлять. Именно они так могут делать, и они могут находиться в беззащитных костюмах, если будет подходить атмосфера, и они могут находиться в большом, ну как бы, радиации, больше, чем мы. И он еще сказал, что Шохарики это только, ну как бы, одна цивилизация инсектоидов, которая входит в Межберзенный Союз, а в Галактике есть другие инсектоиды инсектоидные цивилизации, подобные им. Но есть те, которые не летают. У них не кровь, а какая-то, у них нет сосудов, у них какая-то общая какая-то жидкость там, я не знаю. Я еще спросила, а чем инсектоиды отличаются от других разумных видов? А кирхетон сказал, потому что у них скелет не внутри, а снаружи. Она снаружи, она не дает им до активной радиации погибнуть, и она им позволяет давление больше выдерживать, атмосферное, и так далее. И у них совсем другой обмен веществ, но хотя они питаются живыми там существами, то есть они питаются ну как, хищные виды. Да, вот он мне рассказал, что про эти астероиды, потом говорит, посмотри, как работают ученые, то есть мне кирхетон сказал, смотри вверх, и я увидела, что по стенам, вот, между сидящими на ней инсектоидами, пробегают, как будто вот искорки, такие как молнии. А я говорю, что это такое? Ну это как-то обмен сообщениями в электромагнитной форме, твои глаза просто воспринимают, но и то воспринимают, потому что в окошке вот этого защитного костюма есть такой прибор, который может это излучение воспринимать. А глазами человек ничего не видит, это вообще такой ультрафиолет. А я им еще говорю, а как это встроено в защитный костюм, прибор, который, зачем он говорит, потому что этот защитный костюм предназначен не только для защиты от условий космических полетов, но и для изучения этих планет. Вот. Потом, опять же, те, которые, я не знаю, те, которые нас приводили, другие, я их не отличаю, взлетели, которые там были на стенах или на полу, или еще какие-то прилетели, я за ними, там кто-то влетал, то есть просто в дырке, вот там было все закрыто, просто в тени образовывается дырка, и она начинает не сразу, а там, как будто она начинает крутиться в этом месте. И когда она крутится, потом вот так вот как будто развивается. ну я рукой, я подходила к стене, я рукой прикасалась, то есть, ну на ощупь, она твердая, но она как будто, можно сказать, продавливается что-либо. Я говорю, из чего, из что это, неужели это металл? Он говорит, ну это типа как жидкий металл, и на самом деле, ну тут температура довольно большая, то есть, ну если там беззащитного костюма, в принципе, там около, что ты сказал, около 180 градусов, что ли? Ну у них там, я не знаю, у них там на каких принципах основано, в принципе, океанов там, по-моему, нет у них. Я не знаю, что у них там есть в атмосфере. Говорили об эволюции, я говорю, а пока они получились эволюционно, вот из тех, их сегодня гибриды, нет, они получились естественным путем, то ли стали, были какие крупные насекомые, которые естественной эволюцией свою нервную систему, пусть и групповую, развили так, что в них могли воплощаться разумные духи. Он говорит, что это очень старая цивилизация. Там мы немножко про контактеров поговорили, опять же, что у Шахарики есть контактеры, но за счет группового разума они часто там, у них большой процент заболеваемости шизофрении. Я говорю, почему именно шизофрении? А потому что при шизофрении происходит, ну как бы, много личностей у контактеров. Но не у всех уже просто сказали, что больше процентов. У Шахариков, даже если это есть, то наших психиатров там нет. А у них есть и физические, но реже. Ну физически это физически, но они все равно передают какую-то информацию. Да, дальше он уже сказал, что нам пора возвращаться. И мы пока шли, я увидел, я все это запомнил. Я запомнила, что, например, в тех же камней, там он на Марс был, там он еще где-то под ногами не валяется, просто как скала. Вот. Я не смотрела на часы. Максим ждал с момента, как я ушла и до момента, как я вернулась, около часа. В этом. Потом нас там завели и... Ну у нас так и бывает. Мы просто... Знаешь, мы когда можем быть долго, если мы куда-то далеко идем, например, как на Шуморе, они просто... Ну как он мне сказал, когда мы уже обратно летели, я говорю, а что они говорили? Ну они уже были как предупреждены, мы же прилетели на их станцию, управление полетами. Вот. Я говорю, а почему они были, другие дома там были? Ну эта станция, она находится, можно сказать, среди их города. И она не отличается для тебя от остальных домов. Я говорю, а почему у них воздухи висят? А потому что у них, говорит, под грунтом планеты созданы такие... Раньше это вообще были и насекомые, которые жили в грунте. А потом они, когда стали разумными, они продолжали жить в грунте. Потом с ним вышли на контакт представители Международного Союза и включили их потом, когда в свой союз и поделились технологиями искусственной антигравитации. Они под грунтом планеты установили какие-то такие приборы, которые подавляют гравитацию, которое поле они создают. Я говорю, а почему они на грунте? А потому что они удобнее им в воздухе, они там не перелетают как-то другому. Нет, они ничего, конкретно мне ничего не передавали, просто он сказал, что я их предупредил заранее, что я призвожу земного контактера. А, он еще сказал, вот что, я же не первого тебя привозил. Но есть контактеры, которые на них негативно реагировали. там не то, чтобы некоторые просто скрывали свою реакцию, не страха, а такого как бы непринятия. Я бы хотела сказать, что даже такие непривычные нам формы тел, которые напоминают земных насекомых и которых совершенно непонятным образом там боятся некоторые люди просто из-за того, что они незнакомы, непонятны. Даже в таких формах может воплощаться такой же дух, как и в нашей. И я еще хочу сказать, что если мы не будем принимать, если мы, земляне, не будем принимать какую-то форму жизни, любую, там, животных, насекомых, птиц, будем отвергать, то для того, чтобы для развития нашего духа, наставники духовного мира, они могут направить следующее воплощение, они могут направить наш дух вот такое вот тело, чтобы мы приучались вот такой вот терпению ко всем. Именно поэтому, если, например, идет война против какого-то народа, и те, которые воюют, они потом и в духе, они часто воплощаются в этом народе, который ненавидит. Поэтому, прежде чем ненавидеть или отвергать какую-то форму жизни, которая вам непонятна, в любом случае подумайте, как вы сами выглядите для этой формы жизни. Звездная семья, Кассиопея, 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 Кассиопея. Субтитры создавал DimaTorzok